Музыка После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Итак, где же сегодня эти места, которые Бог желает посетить? Музыка Интернет, как место скопления людей. Благая весть во всемирной паутине. Пустите детей приходить ко мне. Благовестие детям в проекте «Иисус приходит по воде». Не только свидетельствовать, но и жить, как говоришь, жизнь миссионеров. Новые города в служении и реабилитации. Музыка Притоны. Места, где особенно нуждаются спасения. Музыка Тюремное и социальное служение. Обмен опытом и вдохновение на конференции. Музыка Сегодня почти каждый современный человек часть своего времени проводит в интернете. Люди там не только развлекаются, но и зачастую ищут ответы на важные жизненные вопросы. Поэтому церковь может дать возможность получить информацию о Боге, о спасении. Сейчас интернет-служение Томской церкви включает в себя работу нескольких сайтов. Церковный, детского служения, реабилитационного центра, интернет-версия газеты. Можно считать, что интернет-служение нашей церкви началось с момента создания нашего церковного сайта, на котором есть контактная информация нашей церкви. Еженедельно публикуются видеозаписи воскресных богослужений. Сайт предназначен для того, чтобы делиться информацией той, которая у нас накопилась, со всеми желающими, тем, кто занимается с детьми и подростками. Сайт образовывался с целью формирования общественного мнения. То есть просто для абсолютных людей неверующих. Это рассказывается там о видах наркотиков, нарушений психологических, физических, которые причиняют употребление наркотиков или алкоголя. О методах работы с наркоманами, методах работы с бездомными. Ну и вообще о работе центра. Есть статистика, которая относительно сайта его посещаемости, а есть статистика телефонных звонков, которые мы получаем. В среднем за месяц порядка двух тысяч человек посещает наш сайт. Нам пишут люди с различных уголков нашей земли, пишут письма, пожелания, и мы стараемся помогать. Ну, по мере сил, разумеется. Ну, на данный момент у нас примерно около 500 посещений здесь. Воскресное богослужение еженедельно просматривают около ста человек. Также богослужения на канале YouTube просматривают от 200 до 600 человек. Просмотр служений в интернете помогает людям, которые по каким-то причинам не могут быть в собрании. По состоянию здоровья, из-за географической удаленности, или если в той местности вообще нет поместной церкви. В нашем городе нету церкви, а вот куда можно было бы ходить. Господь нашел такую возможность через томский сайт подарить нам такое общение, подарить нам церковь. Звонки есть, но звонят, пишут, и пишут через сайт, и пишут на почту. Начать интернет-служение достаточно просто. Создание сайтов в наше время не требует специфических знаний. Было бы желание таким образом нести Евангелие. У меня, во всяком случае, нет никакого образования, которое связано с созданием сайтов, поэтому есть знакомые, которые помогают и отвечают на все вопросы. Современные люди, которые с компьютером умеют общаться и с интернетом, довольно-таки легко могут это сделать. Проект «Иисус приходит по воде» продолжает свою евангелизационную деятельность. За последний год во время летних и зимних поездок благовестники посетили 23 поселка. Всего на евангелизациях было более полутора тысяч человек. Большинство этих служений ориентировано на детей. В этот раз мы ездили с подростками. Как никогда пришло много людей на мероприятия. Если раньше у нас первые поездки были направлены на взрослых людей, то сейчас сеется семья именно в детских сердцах. Те же 15, допустим, 20 лет назад мы евангелизацию не настраивали на детей. У нас евангелизация в основном была для взрослых. С детьми немножко специфика другая. Чтобы достучаться до детских сердец, нам нужно им показать, рассказать, что-то сделать наглядное. И от этого им интересно. И самое, что интересно, это интересные их родители. Мы обязательно пойдем сходить. Я тоже обязательно, если мама разрешит. А я завтра на машину приеду с другом своим. С пустыми руками никогда мы не ездим, потому что это дети. Хотя бы эту шоколадку или эту игрушку, они надолго, вот эта память, это, как сказать, большое подкрепление для нашего благовестия. У меня 4 приемных ребенка, своя девочка была. И еще 2 девочки на месяц дали. И они все были довольны, очень интересны. Слава Богу, слава Богу. Прямо с открытым ртом смотрели и участвовали. Спасибо большое. Слава Богу, спасибо. Любим, что люди творческие, нам это понравилось. И самое главное, о Боге. Уже сейчас, наверное, и не боятся говорить. Но и особо не показывают, особо не делают. Дома можно здесь к ней побеседовать, но вот так же не показать не сможем. Очень хорошо, что это сочетание. И мне очень понравилось. Большое вам спасибо. Очень хорошо, спасибо, понравилось. Вы вчера были на спектакле, и сегодня пришли. И зимой обязательно приезжайте. Приезжайте, пожалуйста. Очень хорошо, спасибо. Молодцы. Жмем с Богом в душу. Спасибо. Это больше, чем полезно. Столько добра, столько чистоты какой. Если не сейчас это проявится, то все равно, потом, когда они вырастут, они будут помнить, потому что все это все равно в сердце остается. Основное место нашей евангелизации – это то место, где мы живем. Здесь недостаточно просто говорить. Необходимо еще и жить христианской жизнью, чтобы на своем примере показать Божью любовь. Значит, уже 17 марта ровно 3 года как мы сюда приехали. Наша миссия состоит в том, чтобы, как Бог нам открывает правду, чтобы мы показывали тоже людям правду, как человек должен жить, пред Богом ходить на этой земле. Ну, получается, в Суиге мы живем 4 года, и я уже воспринимаю это как мое. Я уже считаю себя сугинцем полностью. Вот сектанты. Сектанты приехали. Многие здоровались, многие вообще мимо проходили мамочку. Но вот прошло 3 года, мы со всеми общаемся очень хорошо. Отношение очень изменилось. Местные жители сейчас очень хорошо отзываются. Это не то, что как несколько лет назад. Несколько лет назад люди еще очень осторожно смотрели. Для многих непонятно, что такое евангельская церковь. А сейчас в корне уже изменилось их отношение. Все приходят сюда, им надо душу. Сердце видеть, рассказать. Люди уже знают, куда идти, кому идти. Мы идем по улице, идем в клуб, где проходило наше мероприятие. Все с нами здороваются. Спрашивают, как у нас дела. Мы прямо останавливаемся с людьми, разговариваем. Они такие радостные, счастливые, что мы приехали. Большое значение то, что там находятся миссионеры. И их доброе свидетельство произвело то, что люди очень расположены. Так как я христианин, я должен людям нести свет, я должен людям помогать. Ну, это как любой христианин. Мы живем жизнью в деревне. Они же напитают за нашей жизнью. Вот и доктор. Если ты будешь говорить одно, делать другое, то распустят в деревню тебя на раз-два. Это однозначно. То есть вот я скажу, что тому, чему мы были научены в церкви, вот здесь в жизни пригождается практически постоянно. Реабилитационный центр – это место, где люди не только слышат о спасении, но и получают освобождение от зависимости и учатся жить праведной жизнью. За последнее время реабилитационный центр в Томске въехал в новое здание, работает женский центр и служение адаптации. Но кроме этого, при содействии выпускников Томского центра начато служение и в других городах. Ну, желание-то было очень давно, но осуществилось оно почти год назад. Прежде всего, оно как социальной стороны помочь человеку оставить моральный образ жизни, ну и впоследствии, чтобы его познакомить с Богом. Ой, трудности были, потому что у нас никакого первых опыта нет. Мы обратились с братьям в Томск, чтобы нам помогли брать и отликнуть. На данный момент 10 человек находятся на реабилитации. Есть люди, которые свободны уже от алкоголя, от наркотиков, желают идти как-то служить Богу. Уже человека, ну, 4, которые, ну, они покаялись и уже избрали в своем сердце, и их поведение изменилось. Набираемся опыту, ну, и благодарим Бога, то, что Бог нашел нас, то, что мы теперь можем на самом деле быть соучастниками труда для Его спасения. Человек, которого спас Бог, хочет делиться этой радостью и с другими. Поэтому некоторые отправляются в те места, откуда Бог их вытащил, чтобы помочь другим. Каждую субботу, значит, выпускниками центра проводится рейд по притонам, наркопритонам различным. Туда приезжают наши братья, выпускники центра и рассказывают о Христе, рассказывают о том, как их жизнь изменилась, когда они уверовали в Господа, когда они попали в реабилитационный центр, как это все было, на самом деле, как было там плохо, как сейчас здорово, как вот радуются вместе, ездят, рассказывают. Но само служение имеет особенности, не каждый войдет в эти притоны, поэтому ребята, ну, такие собрались, которые имеют и в прошлой жизни какой-то, ну, как сказать, авторитет, что ли, и, будучи христианами, могут разговаривать достаточно уверенно, не смущаться, не переживать, как-то не бояться, но едут и рассказывают о Боге. На их уровне вместе с ними могут сидеть, общаться, чай пить и им рассказывать о Господе, не смущаясь того, образа жизни, в котором люди живут. Ну, ребята, которые едут, они как-то вот у них, как-то им, не знаю, да, но, что ли, как сказать, ну, могут они заходить, говорить, чаще всего их знают там. Ой, Гаренок! Допустим, алкоголь зависимый, они чаще всего им покушать просто нечего, они там собираются, вот этот вот спирт или водку пьют, и мы имеем с собой, ну, бутербродов готовим, там, ну, где-то этим приобретаем, бездомных тоже этим. А если наркоманы, понятно, им эти бутерброды не нужны, мы их и не несем, мы их оставляем в машине, то есть туда идут уже ребята разговаривать вот на языке таком, что, ну, или помрете, или есть выход. Ну, и пример приводит в собственную жизнь. Давайте, бутерброды, Лен, зови мужиков, зови на мужиков. Мест 15-20 сегодня мы имеем постоянно, куда можно заехать. Дальше пришли мы в Богу, вот мы пришли в Богу. Дальше что? Цель, это значит, чтобы люди шли к Иисусу Христу, и не обязательно репцентр, просто людей к церкви как-то вот мы призываем. Проповедь в тюрьмах, в притонах, для заключенных, наркоманов, алкоголиков, и лиц безопределенного места жительства имеют свои особенности. Чтобы знать все эти особенности, необходимо обмениваться опытом. Именно этому была посвящена прошедшая в Томске конференция тюремного и социального служения. Я думаю, что мы здесь учимся. Во время конференции очень часто рождаются какие-то новые проекты, которые потом мы внедряем в своем служении. Мы не начинали это служение. Мы вошли в это служение. Это служение начинали апостолы. Это служение продолжали наши отцы. И для нас это действительно честью войти в этот труд и совершать это служение. Еще сложно разобраться, потому что услышано много. Вчера у братьев спрашивают, некоторые говорят, мы пока, нам тяжело даже это вместить, переварить. Ну, конечно, потому что через эту церковь она пополняется количественно, качественно. Ну, как без этого? Потому что в основном-то люди сегодня откуда приходят, церковь наполняется. Я не знаю, как в других регионах, но у нас вот с этого контингента люди в основном и приходят. Первый аспект – это просто милосердие, добрые дела. И второй аспект – это через вот эти добрые дела, через это милосердие приводить людей к Господу. Открываются новые репцентры, братья, сестры интересуются этим служением, ну, как-то начинают реализовать себя в нем, находить себя в нем, поэтому оно развивается. Давали хорошие советы в том направлении, что для этого необходимо посвящение, потому что мы понимаем, этот труд достаточно нелегкий. Сегодня прозвучали очень много правильных вопросов. То есть те вопросы, которые сегодня волнуют, тех, кто занимается вот этим служением. Здесь они будут получать и ответы. Мое сердце, знаете, вот этими выступлениями, свидетельствами, я чувствую, что я на самой передовой, на самой передовой. Но если там мечи не остановятся, то это будет уже всероссийская конференция, наверное, где-то в нашем регионе. Когда Иисус отправлял своих учеников во всякий город и место, куда сам хотел идти, Он сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, умолите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Сегодня это наставление актуальности не потеряло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова